Истязали и издевались над приемными детьми, а 9-летнюю девочку забили до смерти. Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней Эллы и 40-летнего Романа Григорьевых, жителей села Горк Алексеевского района. Следователи установили, что приемные родители применяли чудовищные методы воспитания. Офиса Минязова продолжит. Опеку над четырьмя братьями и сестрами Эллы и Роман Григорьева оформили еще в 2016 году. Тогда они были в разводе, но, несмотря на это, проблем с оформлением документов не было. И они стали официальными опекунами. Согласно материалам уголовного дела, их унижали, били и пытали даже за малейшее неповиновение, взятую без спроса еду, конфеты или немытые руки. Следствием было установлено, что в 2018 году Григорьеву посадила одну из девочек на цепь лескота посреди двора. При этом избила ее после того, как девочка уснула. Кроме того, в том же 2018 году Григорьеву стало известно о том, что четверо его воспитанников без спроса выпили коробку с соком. В результате на глазах своей сожительницы он разрезал коробку на четыре части и заставил детей съесть ее. Как следует из материалов уголовного дела, год назад, 21 июля, Элла Григорьева в бане облила кипятком из ковшика девятилетнюю девочку. Она получила ожог 20% тела второй и третьей степени. А спустя две недели после этого случая Роман Григорьев увидел, как эта же девочка играет в песочнице. При этом песок попадал ей на одежду. Он сделал ей замечание, но она не расслышала, за что и была избита руками и ногами. Куда бить приемный отец не разбирал. В результате, в тот же день, она скончалась в результате черепной мозговой травмы. Их задержали после смерти избитые девочки в августе минувшего года. На теле ребенка были свежие ожоги и следы побоев. После этого стало ясно, как они обращались с детьми. Вину свою ни мужчина, ни женщина не признали. Им предъявлено обвинение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Все время следствия они находились под стражей. Также к ответственности привлекли и должностных лиц. Экс-начальница отдела опеки и попечительства по Алексеевскому району Елена Секалкина не проверила, состоят ли так называемые будущие родители в официальном браке. Не интересовалась условиями жизни малышей. И не отреагировала на жалобу учительница о том, что девочка пришла в школу избитой. Ее уже приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно. Нафиса Минязова, Наиля Абдулин, Вызов 112.